Готовясь к празднованию Великой Победы, дирекция парка подошла к делу серьезно, но творчески, отметив главных помощников оригинальным образом. У сооруженных на манер военного времени блиндажей встречали их хозяева. У командиров, как и полагается, связь, примус на сцене портрет вождя. А ночпрот не только каши накормит, но и настроение поднимет. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Самое важное, конечно, что народ этот праздник отмечает единым, мощным, знаете, коллективом. Все, от великого возраста до самых малых детей. Самое важное, чтобы нам не забыть каждого ветерана, поздравить его, обнять, предоставить ему все необходимое для жизни и беречь еще многие-многие годы. С праздником всех! С Днем Победы! Глава района Олег Хромов приехал в Расторговский парк со своей семьей. Считаю важным отмечать праздники такого масштаба с близкими ему людьми. Мне хотелось бы еще раз, пользуясь случаем, сегодня поздравить наших ветеранов с праздником Победы. Победы, которую они нам подарили. Благодаря им мы сегодня можем жить, ходить по этой земле, радоваться, растить своих детей и строить наши планы на будущее. К майским праздникам парк, в который новые хозяева вдохнули свежих сил и еще больше похорошел, ожил. Директор парка Валерий Черников, как и обещал, вместе со своими помощниками устроил в парке в День Победы грандиозный праздник. Мы как молодое поколение решили ответить им действительно открытой душой и чистым сердцем и показать, что мы очень рады, что тот подвиг, который они совершили, то, что они делали для нас, мы это ценим, помним. И вот как бы в ответ уже я постарался создать такую комфортную обстановку, в которой было бы приятно им увидеть какую-то ностальгию, вспомнить хорошие минуты, не тяжелые. И молодому поколению, которые могли бы действительно приобщиться к тому патриотизму, к тому высокому, к чему мы должны стремиться. Костер, котелок, картошка, гитара или гармошка. Вот так отдыхали бойцы в минуты тишины между боями. В парке в этот день можно было и просто отдохнуть, и насладиться прекрасным. К примеру, посмотреть выставку голубей. Такие были помощниками людей в годы войны. И попробовать свои силы в первенстве по единоборствам. А на сцене шел концерт, организованный интернет-радиостанцией «Видное радио» совместно с дирекцией парка. Теплых слов в адрес наших ветеранов не бывает очень много. Поэтому мы решили тоже поддержать традицию в нашей стране провести данное мероприятие, чтобы молодежь смогла проникнуться теми временами. Здесь же были ребята из школы номер 6, дважды победители районного осмотра строя песни. Для зрителей они показали свои знания строевой подготовки. Свою победу ребята посвятили этому празднику. Я хочу сказать спасибо ветеранам за то, что над нами светит такое яркое солнце. Татьяна Брилова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.